Во второй половине нулевых популярность сегмента кроссоверов выросла настолько, что такие модели стали появляться во всех возможных сегментах. На этой волне в 2008 году появился Mercedes-Benz GLK. Раньше автомобилей подобного формата у немцев не было. Во многом этот первый блин стал комом. Лобовое стекло – это проклятие GLK. В угоду дизайну оно установлено почти вертикально и, соответственно, легко получает повреждения. Владельцам приходится регулярно чинить трещины, заделывать сколы или попросту менять лобовое. Лобовое мягкое. Учитывая, что по трассе я езжу не так много, все лобовое в пескоструе. На солнце очень сильно заметно. Прилетел небольшой камушек, пошла трещина. Залечили, вроде не ползет дальше. Надо было клеить пленку. Это дешевле, чем замена лобового. Делится впечатлениями Павел из Екатеринбурга. Немцам стоило лишний раз подумать, прежде чем делать на своем кроссовере такую конструкцию порогов. В плохую погоду практически нереально ни сесть в автомобиль, ни покинуть его, ни испачкав при этом брюки. Кроссоверу достались слишком маленькие боковые зеркала. Обзор через них в принципе нормальный, но уже минут через 20 езды по мокрой дороге они полностью заляпываются грязью. К тому же электропривод складывания зеркал полагался далеко не всем комплектациям. С парковочными датчиками в GLK нужно быть аккуратнее. Из опыта Георгия из Санкт-Петербурга. Парктроники часто глючат. Чтобы они работали, нужно содержать их в чистоте. Самое главное неудобство в том, что звуковой сигнал звучит только при критическом сближении, когда ты уже почти получил вмятину. Кожный салон в GLK встречается не так уж и часто. В основном продавались кроссоверы с отделкой из эко-кожи. Она быстро теряет внешний вид, появляются трещины, начинают расползаться швы. Владельцы утешаются тем, что ни одна коровка при изготовлении Мерседеса не пострадала. Базовая мультимедиа в GLK – это просто провал. Качество радиоприема плохое. USB есть не во всех комплектациях. Не всегда получается подключить телефон через AUX. Коробку 7G-троник владельцы GLK дружно ненавидят. Жесткие переключения с ударами, задержка при старте, а после резкое ускорение с неприятным рывком – для нее норма. Были проблемы и с надежностью, особенно у ранних версий. Владельцев донимали сбои электроники, течи и перегревы. Однако со временем большую часть проблем все же решили. Из опыта пользователя с ником Melone из Красноярска. Коробка тупая на разгоне в режиме комфорт. Ощутимые пинки при переключении передач доставляют сильный дискомфорт. За городом езжу только в спорт-режиме. Иначе пауза при переключении на нижнюю передачу может преподнести неприятный сюрприз при обгоне. Второй ряд в GLK особо просторным не назовешь. Благодаря плоской форме крыши здесь достаточно места только над головой. Если передние кресла отодвинуть до упора назад, то сзади у пассажиров ноги будут упираться в спинки сидений. Странно, но в отличие от конкурентов, Mercedes не имеет регулировки дивана по углу наклона. Особенно тесным делает задний диван установка детского кресла. Поехали всей семьей за город. Тот, кто сел посередине заднего дивана, запросился наружу буквально через 10 минут. Пробовали детское кресло поставить посередине, но там его можно закрепить только ремнем безопасности. Кроме того, оказалось, что ребенок упирается ногами в центральный тоннель, а пассажирам слева и справа приходится сидеть в полоборота. Жалуется Виктория из Ростова-на-Дону. Тех, кто ждал от кроссовера с трехлучевой звездой выдающейся плавности хода, GLK жестоко обламывал. Еду по трассе. На абсолютно безобидных с виду асфальтовых срезах дороги ужасно пробивает переднюю подвеску. Эти удары реально сильные и пугающие. Один раз удар был такой силы, что люк в крыше с грохотом закрылся. Такого я от марки Mercedes не ожидал. И простить этого не смогу, выражает недовольство Дмитрий из Волгограда. Тем не менее, GLK – самый настоящий Mercedes. Появление этого кроссовера стало реальной проблемой для конкурентов. Да и владельцы его обожают. И вот почему. Возможно, внешний облик Mercedes GLK и не является лучшим образцом автомобильного дизайна, но в самобытности этому кроссоверу точно не откажешь. Характерный силуэт GLK с плоским лобовым стеклом и брутальной решеткой радиатора с крупной трехлучевой звездой опознается в потоке сразу, с любого ракурса и расстояния. Восхищается Ирина из Екатеринбурга. Оптика Mercedes справляется со своей задачей великолепно. Головной свет у кроссовера яркий, автоматика работает как нужно, сама включает фары в необходимый момент и переключается с дальнего на ближний при наличии встречных машин. Классно работает адаптивная подсветка поворотов, когда фары следуют за командами руля. Кресла GLK пытаются угодить всем, и у них получается. Профиль, жесткость и боковая поддержка тут на нейтральном уровне. Есть несколько вариантов отделки и все необходимые регулировки. Сделанный по классическим канонам салон GLK очень хорош с точки зрения эргономики. Нет никаких проблем с удобством посадки и доступностью органов управления. Руль, приборы, блок управления климат-контролем и аудиосистемой достались GLK от обычного С-класса. Но иная архитектура передней панели и более приятные материалы отделки сделали свое дело. Салон кроссовера на взгляд и на ощупь создает ощущение качественные вещи. Материалы в салоне качественные, на уровень выше других немцев и тем более японцев. Делится впечатлениями Сергей из Москвы. GLK досталась очень продуманная система климат-контроля. С помощью интеллектуального управления потоками воздуха в режиме авто весь салон прогревается или охлаждается равномерно. Впечатляет и наличие электрообогревателя, благодаря которому в салон подается теплый воздух, еще до прогрева мотора. Климат что зимой, что летом великолепен. Никогда не бывает ни жарко, ни холодно и не дует ниоткуда. Выставила на 22 градуса и забыла. Подтверждает Елена из Москвы. Багажник у Мерседеса далеко не самый большой в классе. Его минимальный объем составляет всего 450 литров. Зато у него качественная отделка и правильная форма. Удобству погрузки способствует широкий проем и небольшая погрузочная высота. При сложенных задних сиденьях полезный объем увеличивается до 1550 литров. Вдобавок багажник Мерседеса грамотно организован. Все по-немецки аккуратно, все лежит на своих местах. Верх подполья обтянут тканью. К ней приделана красивая металлическая хромированная ручка для поднимания. С боков есть доступ в закрытые полости задних крыльев. Туда можно сложить трос, еще что-нибудь мягкое, нужное и большое. По багажнику ничего не катается и все спрятано по местам. Пишет в своем отзыве Сергей из Оренбурга. По меркам современных премиальных автомобилей GLK досталась удачная гамма моторов. До рестайлинга на кроссовер ставили бензиновые атмосферные шестицилиндровые двигатели серии М272, а также дизели серий OM651 и OM642. Моторы М272 надежные, если их грамотно обслуживать и вовремя устранить последствия износа цепного привода ГРМ. Исправный двигатель этой серии может проехать без капитального ремонта до 400 тысяч километров. Надежные дизели демонстрируют даже больший ресурс. После рестайлинга линейка бензиновых двигателей была пересмотрена. Появился четырехцилиндровый турбомотор серии М274 с более надежной цепью ГРМ. Мощным версиям полагался V6 серии М276. В исправном состоянии этот агрегат способен пройти около 450 тысяч километров. Динамика GLK заслуживает только похвалы. По удобству управления разгоном даже дизельная 170-сильная версия не вызывает чувства разочарования. Что уж говорить о более мощных модификациях. Управляется Мерседес другим кроссовером на зависть. GLK едет легко и точно, а самое главное – предсказуемо и понятно даже в самых сложных условиях. Он практически не реагирует на колею и отменно держит траекторию на нерасчищенном от снега асфальте. «За рулем чувствуешь себя очень уверенно. Система курсовой устойчивости практически незаметно вмешивается в процесс управления, не давая сделать ошибку», – пишет в своем отзыве Александр из Нижнего Новгорода. С проходимостью у GLK тоже все в порядке. Благодаря полному приводу и грамотно настроенной электронике, Мерседес уверенно идет и по льду, и по грязи. А уж доползти по снегу до ворот дачи для GLK точно не проблема. Главные плюсы автомобиля Мерседес GLK. Запоминающаяся внешность, качественный салон, надежная управляемость, неплохие внедорожные способности. Основные минусы. Нежное лобовое стекло, капризный автомат, теснота на втором ряду, жестковатая подвеска. Подводя итог, можно сказать, что Мерседес GLK – хороший пример того, каким должен быть премиальный кроссовер. Внутри он качественно собран и очень удобен. GLK умеет порадовать динамикой, надежной управляемостью и неплохой проходимостью. За рулем этого автомобиля чувствуешь себя комфортно и на скоростной трассе, и на горном серпантине, и на проселочной дороге. К тому же все это упаковано в очень интересный по дизайну кузов, который никого не оставляет равнодушным. Поэтому оценка, набранная Мерседес GLK в читательском рейтинге Дрома, составляет довольно высокие 9,1 балла. Благодарим за помощь в съемках дилерский центр Рольф Север-Запад. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, какие еще машины вы хотели бы увидеть в видео отзывах Дром. И самое главное, подписывайтесь на канал Дром. До скорых встреч!